На каких-то участках для голосования были организованы небольшие концертные программы, на других жителей населенных пунктов радовали творческими работами умельцев, третьи постарались удивить национальным колоритом. Так старейшины села Дружбы пришли на выборы в национальных костюмах. За процедурой голосования в ряде населенных пунктов наблюдал Артур Мхце. Я голосовала с 18-летней. 93-летняя жительница села Дружба Баблина Лепшокова вспоминает о своем первом участии в выборах. За кого голосовала уже и не скажет, но было это 75 лет назад. Вот и теперь одна из самых известных бабушек Карачаево-Черкесии радушно встретила гостей из участковой избирательной комиссии и реализовала конституционное право. Дай Бог здоровья, Аллах, чтобы долгие годы голосовала, еще больше 100 лет. Да, достанем, но досталось. В числе тех, кто решил посетить выборы в первый день единого периода голосования, старейшины села. Сразу после пятничного намаза они пришли на избирательный участок в национальных костюмах, чем внесли в обыденный ритм выборов праздничную изюминку. Я очень много лет хожу тут на выборы. А сейчас тем более у страны такой момент, где нужно обязательно нам всем проголосовать и сделать свой выбор. Я думаю, наш выбор будет достоин, и кандидаты себя поведут также. На 191-й избирательный участок имеют возможность прийти около полутора тысяч человек. И немалая их часть проголосовали в первые же часы. По словам представителя территориальной избирательной комиссии, выборы проходят в штатном режиме. Несколько избирателей изъявили желание проголосовать на дому. Заранее определенный состав выездной группы после 14 часов отправился по адресам. Остальные продолжили выполнение своих обязанностей на участке в сельском доме культуры. У нас сегодня в 8 часов стартовало выборы депутатов на собрание Крышево-Часы из Крышево-Улики 7-го с отзыва. И вот с 8 часов мы работаем. У нас по плану на выезд после 14.00 мы выезжаем на голосование на дому. После 14.00. И вот у нас 12 заявлений на данное время. На данный момент 12 заявлений. Празднично проходят выборы и в ауле без линей. Жители с большим удовольствием шли на участок для голосования, чтобы не только реализовать свое право, но и насладиться приятными на слух национальными композициями. Я пришла на выборы, потому что мне не все равно, что происходит в стране. Хочется, чтобы наша страна процветала, чтобы все было хорошо, чтобы был мир во всем мире. Ну и чтобы у наших детей, у нашего будущего было все хорошо. Это наша прямая обязанность. Наш дружный коллектив состоит из 36 человек. Детский сад без линей, аула без линей. И мы считаем, что это очень ответственно. И мы должны проголосовать в будущей нашей стране. Выборы единого периода голосования пока преодолели лишь первую треть пути. И в ближайшие пару дней жители Карачаево-Черкесии на избирательных участках ожидают немало интересных событий. Артур Мухцер, Ирина Тмукав, Вести, Карачаево-Черкесия.